Всем привет! Сегодня, как и обещали, мы в гостях у Элины Линдерман, человек, который занимается налогами. Сказать, что она просто специалист по налогам, этого недостаточно. Это действительно эксперт по налогам, она знает то, что она делает. Занимается этим лет 17? Если я скажу, сколько лет я этим занимаюсь, то все сразу поймут, сколько мне лет. А это самый лучший секрет Америки. Поэтому я просто скажу, что очень много лет закончила я университет. Давно. Очень давно, в 97 году. Я могу сказать так, что обычно, когда человек занимается 10 и более лет своей профессии, и причем занимается только этим и ничем другим, то уже он считается экспертом. Так что Элина действительно знает то, что она делает. Ее очень хорошо знают в русскоязычном комьюнити не просто Орландо, Тампо, а вся Флорида и за пределами Флориды, США. Потому что у Элины есть замечательная группа, где можно задать любой абсолютно вопрос по налогообложению в этой стране, или даже просто жизненный вопрос в этой стране. И она всегда придет на помощь и всегда ответит. Вот сегодня мы как раз таки здесь собрались с Элиной, чтобы ответить на ваш вопрос, который мы слышим и получаем очень часто от вас. Это касательно налогообложения иностранцев, которые вложили деньги в недвижимость США здесь. Они не являются резидентами, не являются гражданами этой страны, просто инвесторы, которые вложили деньги сюда, имели, владели этой недвижимостью, сдавали ее на долгосрочную или короткосрочную аренду. А потом в какой-то момент решили вывести деньги из объекта недвижимости, продать его. И соответственно здесь возникает вопрос, а что дальше с налогами? США ведь просто так вас не отпустят. И вот здесь как раз приходит на помощь Элина, и мы этот вопрос адресуем ей. Она нам очень-очень подробно, я думаю, как-то это расскажет, чтобы вы понимали схему, как это работает, и вас это либо бы испугало очень сильно, либо наоборот успокоило, и вы спокойно могли бы приезжать и вкладывать деньги в экономику нашей страны и в нашу недвижимость. Ну, Элина. Ребята, всем привет! Я Элина Линдерман. Я владелец компании Ларуса. Мы находимся в городе Клеовора, штат Флорида, и мы занимаемся бухгалтерией. Все, что связано с бухгалтерией, это мы. Так вот, без всяких занудных продолжений я сейчас вам расскажу. Во-первых, бояться не стоит. Ничего страшного в наших налогах нету. Все через это проходят, все инвесторы, как бы все отлично. Я такой человек, я очень люблю писать на доске, поэтому мы специально встретились у меня, передо мной доска. Сейчас я вам нарисую, потому что я верю в то, что один раз увидеть все-таки лучше, чем один раз увидеть все-таки намного раз лучше, чем миллион раз услышать. Итак, математика. Вы купили дом за 100 тысяч долларов, но вам нужно было сделать ремонт, потому что дом был в очень плохом состоянии. Такое тоже бывает. вы потратили на ремонт 20 тысяч долларов. Пожалуйста, не забудьте, что все деньги, которые вы тратите на ремонт, вы потом сможете списать. Сохраняйте все доказательства, которые вам необходимы будут для вашей налоговой декларации, чтобы показать, что вот эти 20 тысяч вы реально потратили. То есть, что теперь получается? Мы берем 100 тысяч, мы прибавляем 20 тысяч. Теперь с налоговой точки зрения наш дом стоит 120 тысяч долларов. Ну, тут все просто. А вот теперь начинается высшая математика, потому что всегда где-то есть высшая математика. Что вы делаете с этим домом? Уже не будет просто так сидеть, вы его сдаете, так же? Мы хотим пассивный доход. Ну, 100% ради всего этого и делается. Значит, вы сдаете дом. Потом что происходит? Мы используем амортизацию. И никто вас не спрашивает, дорогой Вася, хочешь ли ты использовать амортизацию? Нет, такого не будет. Вам IRS диктует, что ты должен использовать амортизацию, должен взять вот эти 120 тысяч и поделить на 27 с половиной лет. Почему? Я не знаю. Так сказал дядя Сэм. Меня как-то я учила какой-то классный, я спросила, кто такой дядя Сэм? Дядя Сэм это наше государство американское. Вот когда мы говорим там о России, мы говорим мать, родина. А вот когда мы говорим об Америке, почему-то вот американские, вот они называют дядя Сэм. И вот дядя Сэм нам сказал, что 27 с половиной лет мы используем и делим вот эту стоимость на 27 с половиной лет. Потому что мне сейчас лень заниматься математикой. Мы скажем, что каждый год мы списываем по 2000 долларов, просто для того, чтобы я могла вам просто все объяснить. В первый год мы списали 2000, во второй мы списали 2000. Когда я говорю слово списали, мы вычитаем из вашей налоговой базы каждый год, каждый год. И вот так вот что-то это все продолжалось. Скажем, что теперь мы вычли 20 тысяч долларов. То есть когда вы будете продавать свой дом, это еще раз вычитается из суммы продажи. Ну 20, в зависимости от того, сколько лет вы пользовались этой невежимостью и, соответственно, сколько лет вы списывали эти деньги. То есть вот эта сумма в сумме вы вычитаете. Совершенно верно. То есть это может быть совершенно другая сумма, это может быть все что угодно. И теперь мы обратно вернулись. Ну опять же я придумала, что мы обратно вернулись к 100 тысячам долларов. Для 30 примера. Да, да, потому что мне так проще. А теперь мы смотрим, за какую сумму мы продали дом. О, мы продали дом за 150 тысяч. Что получилось? Мы заработали 50 тысяч. И любой нормальный человек скажет, что сейчас дядя Сэм, наше государство, захочет налоги вот именно с этой суммы, с прибыли. Но откуда ни возьмись, появился закон Фиркта. И закон Фиркта говорит нам совершенно о другом. А говорит он нам следующее. Для того, чтобы убедиться, что каждый Вася, Петя и Коля нам заплатит налоги, мы с Васей, Петей и Колей возьмем со стоимости продажи, скажем, что опять-таки, потому что мне так легче считать, от 100 тысяч. И удержим 15 процентов. То есть что происходит? Вы пришли, вы закрываетесь на дом. Алена, расскажи, что происходит в этом моменте. Да, то есть у нас, мы с вами уже имеем контракт, имеем покупателя, мы готовы к закрытию. Вот мы сидим все за круглым столом, покупатели, продавцы, титульная компания, которая оформляет документы по закрытию, ваши агенты, если таковые были. И, конечно же, в этот момент все видят перед собой два листка. Они называются Closing Statement или они еще раньше называли когда-то Hard, Final Hard. Это два документа, которые полностью расписывают все суммы, то есть цифры, за которые вы продали дом, цифры, которые вы должны государству, то бишь поборы государства, цифры там по налогам вы должны, потому что столько-то дом вы имели, там в течение года вам нужно налог заплатить. То есть HOA, который в вашем комьюнити есть, ему тоже нужно что-то отдать, может быть был какой-то долг и так далее. Все циферки подсчитываются. И как раз таки вот здесь титульная компания вам обязательно скажет, вы иностранный гражданин и наше государство просто так вас, налоговая компания, налоговая нашей страны просто так вас не отпустит. То есть они должны взять деньги сразу сейчас, мы их удерживаем с вашего дохода. Ну допустим у вас был 50 тысяч долларов, это была чистая сумма, которую вы заработали сверху. Алена, извини, я тебя поправлю. Они удерживают суммы продажи, вот в чем все это страшно. Да, я не договорила просто чуть-чуть. Да, как раз, то есть у вас, вы знаете, что у вас 50 тысяч долларов вроде бы как доход, да, вы заработали с этой, с продажи. Но титульная компания вам говорит, мы не можем вам отдать все деньги, мы удерживаем, вот сейчас Елена сказала, суммы продажи, удерживаем 15%. И удерживается это, насколько я знаю, по-моему, на 2 или на 3 месяца даже, да, что-то такое. Ты знаешь, невозможно так сказать, все зависит от того, в какой цикл ты попадешь. Что я имею в виду? У нас есть определенный налоговый цикл, он календарный год. Ну, то есть вот он идет с января по декабрь. А потом мы подаем налоговые декларации самые ранние, в феврале. То есть, видимо, в зависимости, в какой цикл вы попадаете, на столько месяцев или на такой срок у вас эти деньги удержатся, пока налоговая не разберется, правильно ли они удержали, или что-то нужно вам вернуть, или что-то нет. Ну, а разбираться налоговая будет таким образом. Вам придется подать налоговую декларацию нерезидента. Тут ключевое слово, что нерезидента. Иностранца. Да. Мы, американцы, подаем налоговые декларации вот так. А налоговые, неналоговые резиденты подают ее совершенно по-другому. Другой способ. Вы заполните специальную форму для нерезидентов, форма 1040NR. Вы покажете вот эту всю математику, которую вы нарисовали. Скажете, дядя Сэм забрал у меня столько-то денег. И просто пересчитаете, потому что не забывайте, вот для чего я начала этот разговор, именно с 50 тысяч. В конце концов, вы только платите налог, вот на эти 50 тысяч, которые вы заработали. А у вас забрали со всей суммы. А сумма продажи у нас, помним, по примеру, была 150 тысяч долларов. То есть, со 150 тысяч забрали 15 процентов. Удержали. То есть, я вам гарантирую, что вам будет возврат. Вам нужно хранить все документы, вам нужно подать налоговые декларации. Ничего страшного в этом нету. К сожалению, обычно в такой ситуации придется налоговая декларация подавать по почте, потому что у вас, скорее всего, не будет специального номера для подачи налоговой декларации. Или вы уже уехали из страны, или вы никогда здесь, может быть, и не были, а делали все дистанционно. Такое тоже есть. Тоже есть. Ничего страшного. На самом-то деле, декларации подаются. Даже можно указать свой адрес за границей. Нет проблем. Возврат теперь вопрос будет какой. То есть, они заработали 50 тысяч долларов. То есть, все-таки налог удержится. Ну да, заплатите налоги на 50 тысяч. Мы говорим о каком проценте приблизительно, или вот, чтобы могли подписчики понимать разницу в цифрах. Если вы держали этот дом больше, чем год, то это считается долгосрочной инвестицией. Любая долгосрочная инвестиция облагается налогом максимально в 20%. Но с дохода, с прибыли, как мы все это объясняли, то есть, если с вас задержали от 150 долларов 15%, то максимально, что вы заплатите, это от вашей прибыли, про которую мы говорим, максимально 20%. То есть, разницу, когда вы заполните свою налоговую декларацию, вам вернут. Скорее всего, это будет в виде чека. В виде чека, который вы уже сможете обналичить у себя в стране. В принципе, насколько я знаю, это все можно сделать. Если вот с этим понятно, то я бы хотела теперь привести немножко другой пример и задать Элине этот вопрос. Допустим, человек купил недвижимость, владел ею, получал доход, каждый год заполнял налоговые декларации как инвестор с арендой и так далее, и так далее. А дальше что происходит? Он решил продавать эту недвижимость, он продает ее либо по нулям, либо в минусе. Он не зарабатывает ничего с этого. В этом случае все равно, насколько мне известно, вроде бы титульная компания должна удержать эти 15%. На моей практике я знаю, что когда мы показываем, что вот я купил и вот я продаю, две циферки, да, и видно, что либо вы продаете за ту же сумму, что и купили, либо за сумму меньшую, за которую вы купили, то, как правило, вообще ничего не удерживается. Ну, по крайней мере, из опыта моих клиентов, кто, ну, неудачно, скажем так, купил когда-то и решил все-таки продать, хотя при этом зарабатывали неплохой доход на аренде, но вот не получилось заработать на росте цен. И они продавали, то есть у них ничего не удерживали. Всегда ли это происходит в практике налоговой, то есть что никогда не удержат или всегда не удержат, или все-таки могут удержать все равно 15%, только не знаю, с чего, правда? С продажной цены, всегда с продажной цены. С продажной цены, но мы говорим здесь, конечно, речь идет о наличных деньгах, понятное дело, что вы сделали вложение за наличные деньги. Если это будет финансирование, то банк, по сути, заберет практически все ваши деньги, за которые вы продали, тогда налоговое нищего даже будет удерживать что-то. Там будет все понятно и сразу все, наверное, все докажется таким образом. Ну, по крайней мере, с нами клиентами ничего. В моей практике, ты же понимаешь, со всеми по-разному. Каждый случай индивидуален, конечно. Да, в моей практике в основном людям не удается ничего доказать, с них берут 15% и потом мы заполняем налоговые декларации, им деньги возвращаются. Также вот помнишь, мы с тобой недавно говорили, у тебя был какой-то клиент, который подходил под исключение из правил. Да, было. И давай вначале расскажем, что это за исключение из правил, а потом объясним, как бы, что было. Исключение из правил, это мы говорим о клиенте, который не платил. То есть если бы мы его обсуждали. Ну, вот можно было. Ну, давай вот я просто вот напомню. Да, немножко, потому что... Ситуация была... Ситуация была такая, значит, клиент продавал дом, стоимость дома была меньше, чем 300 тысяч. Да. И его покупатели, помнишь, Сифир, да? Его покупатели покупали для собственного пользования. Они не были инвесторами. Нет. Они покупали для себя. Это люди были резиденты, если не американцы, то точно они были резиденты, я сейчас уже не вспомню их статус иммиграционный, но все было в порядке. Они покупали для себя, чтобы жить в этом доме, да. И это, именно вот такая ситуация, попадает под исключение. Те люди, которые покупают, могут подписать документ, говорящий о факте, что они действительно покупают для собственного пользования, что они гарантируют, что они проживут в этом доме два года. И, естественно, ну, стоимость продажи... Да, минимум два года. И стоимость продажи уже говорит сама о себе, там, меньше, чем 300 тысяч. И вроде бы все просто, все попадает под исключение, они должны подписать бумажку. И тогда с продавца не будут удерживать этот налог. Что произошло в твоей ситуации? Они отказались подписаться? Мои покупатели, да, отказались подписать эту бумагу. На что они имеют, по сути, право. Вы можете отказаться подписывать эту бумагу, вас никто заставить не может. И, соответственно, продавец дальше черпает все те последствия, которые, в принципе, он должен черпать, что касается налоговой точки зрения. Но если бы мои клиенты согласились и подписали, было бы все гораздо проще для продавца. Так как я представляла интересы своих покупателей, понятное дело, что интересы продавца мне были неинтересны. Ну, вот понимаешь, что в идеале есть ситуация, когда да, можно, есть исключение из правил, но в моей практике обычно люди чего-то боятся, или боятся что-то сделать. Американцы очень такие, ну... Щепетильные, подозрительные. Да, 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 хорошо, спасибо, ты закончила за меня. Я вот искала правильное слово. Поэтому именно так это и происходит. И обычно приходится заполнять декларацию, но опять же, может быть, потому что я... через еще дополнительных несколько шагов, да, это неудобство, да, это есть. Но вы ничего с этим не можете сделать, такое здесь есть законодательство, такое правило. Хотела бы немножечко остановиться 300 тысяч. Почему 300 тысяч? Это потому что так сделали правила. Ну, так сказали, такие правила. Для всех подписчиков, кто интересуется именно недвижимостью и вложением недвижимости, здесь они должны знать, что все, что до 300 тысяч не подпадает под что? Это попадает под фирптон. Попадает под фирптон. Это может просто послужить как исключением, когда, если продается дом, дом продается со стоимостью меньше, чем 300 тысяч долларов, и человек, который покупает, или семья, которая покупает этот дом, будут использовать его для личных целей, сами будут в нем жить, не будут инвестировать, тогда можно постараться избежать оплату этого налога сразу. Не оплату, а именно, чтобы взяли вот эти 15 процентов, но, опять же, в моей практике практически невозможно, потому что все боятся подписать. Знаешь почему? Потому что законодательство гласит, что если иностранец, который продавал дом, не подаст свои налоговые декларации, за кого ты думаешь? Кто будет за него нести ответственность? Соответственный покупатель. Поэтому, когда я представляю интересы своего покупателя, конечно же, мой будет совет, вы имеете право не подписать. Да? Понимаешь? То есть, вот в чем вся вещь? Ну, самое вот именно важное, я надеюсь, вы поняли из того, что Элина сейчас показала очень хороший пример, как это работает. То есть, бояться этого абсолютно не стоит. Это платят все, абсолютно без исключения. Только зависит от того, насколько вы подпадаете под исключение, насколько вы не заработали денег на этой недвижимости, при продаже, я имею в виду, потому что на аренде так или иначе вы будете зарабатывать. Ну, и, конечно, если будете пользоваться хорошей менеджмент-компанией, наверное. Но помните о том, что это не так страшно. То есть, налоговая здесь не такая прям зубастая по отношению к иностранцам. То есть, они удержат, но вы, показав свои налоговые декларации, правильно заполненные, а для этого вы можете работать с хорошим налоговым специалистом, например, как Элина, который поможет вам правильно все заполнить, и, соответственно, сделать возврат после уплаты 20% с чистого дохода, который вы получите. Ну, вот это такое подытоживание. Я надеюсь, что мы, насколько это было возможно, ответили на ваш вопрос, который очень часто нам задают. Если есть дополнительные вопросы, мы будем всегда очень рады их услышать. Контакты Элины мы можем оставить под видео, для того, чтобы, если вы захотите связаться и получить личную консультацию. Это можно сделать? Да, конечно. У меня есть своя группа, как мы уже говорили, группа Facebook, называется «Налоги, страховки и жизнь в США». Хорошая группа, кстати, на самом деле. Спасибо. Я там участник тоже. И мы всегда отвечаем на все вопросы совершенно бесплатно, так что приглашаем вас всех в группу, и будем рады обсудить с вами все ваши вопросы, связанные не только с этим налогом, но и с любыми другими. Элина, спасибо большое. Спасибо за гостеприимство. Всегда рада. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»